Трещина в Росмальчишке Трещина в Пехоте был оставшийся безмен с обозначенными фунтами и отцом на разделителе с нанесенными килограммами. Вот этим безменам трещинку и нужно было взвесить. Поднять бабушке ее сил уже не хватило. Позвали мальчишку лет 15-16, что приехал сюда из Баканова Ленинграда. Он трескута за жабры на крюк безмена прицепил, взял его в две руки, поднял, и мы увидели, что рыбина была как раз в его рост. Руки вытягивают, а хвост резки как раз до пола касается. Вот тогда я ее увидел с той крупную рыбину. Надежда Большакова Трещина в Росмальчишке Правда, провели мы только одну игру. Никому не хотелось фашистом быть. Пыл поостыл, и уж больше в войнушку не играли мы. Учий ребенка пока вот поперек лавки лежит. Рассказ. Вспоминая старое время, бабушка рассказывала. Одному мальчишке пришла в голову грешная мысль. Ушел он подальше от села, спрятался в кустах и решил кого-нибудь из самов напугать. Едет по тундре оленекот. Не ведает, что его ждет. И вдруг из кустов с криком мальчишка выскакивает. Испугался оленек. Метнулся в сторону. Да, видимо, на камень попал. Ногу сломал. Забежал мальчишка в кусты. Наблюдает, что дальше будет. Вытащил сам нож. Убил оленя. И мальчишке говорит. Ну что? Ты свое дело сделал? Иди ко мне. Теперь будем оленя пластать. Мальчишка идти не хотел. Но сам все же уговорил ему помочь ему. Когда шкуру сняли, отрезал оленевоту оленя сломанную ногу и стал ею со всей силы дубасить мальчишку. Да так поколотил, что тот чуть живой домой приполз. А после ему совсем худо сделалось. Лежит, умирает. Матери прохрипел. Наклонись. Я тебя носом коснусь. У Саама целоваться в прямом смысле этого слова не принято было. Вместо поцелуя мы сами касались. Мать наклонилась, думая, что сын собирается проситься с ней. А сын взял и откусил ей нос. А после сказал. Плохо ты меня, мать, воспитала. Воспитала так, что я человеку зло причинил. И человек за это меня проручил. Да так, что теперь умираю я. Не зря же народная мудрость гласит. Воспитывай ребенка, пока он поперек лавки лежит. Где под затыльником, а где и покрепче наказанием. Зато когда вырастет, благодарен будет.